Парк Дружбы Народов. Организаторы решили еще раз напомнить всем о разных национальностях и культурах, которые мирно уживаются друг с другом. Русский хоровод, турецкий чай и казахские манты. О традициях предков гостям рассказывали жители округа. Слепляется серединка, потом залепляются края. И все. Готов мантик. Гостям из Луганской Народной Республики идея парка Дружбы Народов пришлась особенно по душе. Все очень красиво. Город красивый, доброжелательный. Приехали к вам в гости по приглашению порадоваться мирной жизни. Видя эти замечательные, счастливые и улыбающие лица, мы понимаем, что сегодня праздник у людей, которые действительно проживают на территории, которая дает благополучие, счастье, мир, взаимопонимание и любовь к населению, которое здесь проживает. Как развивается территория, какие здесь есть плюсы. То, чем мы можем дальше будем и будем работать. В списке гостей представители культуры, предприниматели, работники сельского хозяйства. Этот приезд для них – возможность вдохновиться, почерпнуть идеи развития и просто отдохнуть. Десятки площадок работали в разных точках города. Территория спортивного парка стала местом проведения фестиваля «Алексеевка в цвету». Участники по-своему раскрывали тему. Здесь и клумбы автомобилей, цветы из металла. А вот для большинства сельских жителей настоящая красота и гордость – это их урожай. Цветы, ставшие плодами. В этом году очень большой урожай. Всего. Вот интересно, вроде бы и лето холодное, вроде бы и дождливое оно было. Но всё-всё родилось. Абсолютно на огороде всё родилось. Ещё одна площадка прямо в центре – Алексеевский Арбат. Сосредоточение творчества и ярких красок. В этот день по традиции в городе подводили итоги работы предприятий, предпринимателей, сельских администраций, работников бюджетной сферы. Лидеры были награждены почётными грамотами и денежными премиями. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогория. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова